Вот у вас там хорошая погода. Да, в Таиланде классная погода. Понял. Но вы не на Пхотете, я так понимаю. Вы там где-то в других местах. Да я на Пхоте вообще не езжу. Я на Пхоте. Мне там что делать? У меня в Паттайе все есть для того, чтобы тренироваться. Я же, пойми, Илья, мне же не нужна толпа. Да молодежи нужна толпа. Или кому-то партнеров не хватает. Что-то еще. А мне, как бы, знаешь, если нужно, мне к бою готовиться. Я с ребятами договариваюсь. Там 3-4-5 человек приезжает, и мы в зале спокойно тренируемся вместе. И все. Нам не нужны вот эти вот красочные тренировки. Нам не нужны там везде, знаешь, вот эти вот. Понимаешь, да, я уже взрослый спортсмен, скажем так, состоявшийся. И я знаю, что мне нужно. И, как говорится, я всегда, я всегда люблю общаться с людьми, которые мне показывают что-то новое. Всегда, как бы, с уважением к каким-то новым вещам. Но все равно я уже сформировал себе определенную картинку в подготовке. И, в принципе, если что-то не хватает, слушаю там тренеров своих, ребят. И, в принципе, к бою подходим в форме оптимальной, которая нужна. Не ставь свою жизнь на паузу. Живи каждый день. Не ставь себе рамки. Твои возможности безграничны. Каждый день, каждый миг стремись к победам. Ведь именно так поступают чемпионы. Лига Стал. Ставь на себя. Понял. Ну что ж, Сергей, что скажете про бой Петра Яна? Он считался фаворитом? Я клянусь и признаюсь честно, что я не смотрел этот бой. Я посмотрел бой с Саней Волковым. Посмотрел. Тоже бой так быстро завершился. Хотелось, чтобы Саню там, знаете, хотелось увидеть противостояние. Противостояние. Противостояния на самом деле не было. Саня на самом деле молодец. Тоже не видел его уже давно. Уже, наверное, года два не видел Волкова. Ну, наверное, где-то около двух лет его не видел, может, больше. Я же тоже постоянно, время летит. Молодец. Отработал, сделал, выполнил. Наверное, думаю, что задачи тренеров своих там и так далее. Ну, в общем, молодец, да. И лег спать, честно говоря. А почему это же ведь такой бой? А я, знаешь, хотел посмотреть. Честно, хотел посмотреть. Но вырубился в такой состоянии. А проснулся, мне тут звонит один, другой, третий. Я говорю, что там, говорит. Ну, в одну калитку все пять раундов. Там, может быть, один раунд такой спорный был. Я говорю, ну, мне ребята говорят, «Ребят, вы мне что звоните?» Я говорю, я-то вообще к этому Яну отношения вообще не имею. Я что вам буду говорить? Я ему сказал после того, после того первого поражения Стерлинга, после первого поражения, когда он ударил запрещенный удар, и нет бы, чтобы принять вот это поражение нормально, адекватно. Он там, ну, да, я виноват, там, ну, блин, сделал ошибку, там, иду дальше, там, как говорится. И он из себя тогда уже начал делать такого человека, который считает, что это правильно, так надо нарушать правила. Он показывает, я считаю, что мы должны за границей, нас уважают россиян, любят нас за нашу силу, уверенность, характер, но беспредел вот это, он только... Это такие гангстеры, да, которых мы из себя, не я лично, а некоторые наши товарищи строят. Вот мы такие вот крутые русские гангстеры, нам там наплевать на все правила, мы такие вот, нам, кажется, все нипочем, хоккей с мячом, да. Я, на самом деле, взял себе такой амплуа, эдакого такого, я повторяю, гангстера крутого, который всех на одном месте вертел, и всех, он самый сильный, пуп земли, он там, одного, один у него, там, кто у него, Пудель, Артемон, я помню, уже еще тогда было, другой там, проститутка, третий там, еще, ну, называют всех своих, знаю, вот этого, вот видел взвешивание, честно, боя не видел самого, а взвешивание, не взвешивание, а дуэль взглядов была, в горло пихнул вот этого, какого парня грузина. Ну, Двалишвили просто его обозвал, там, все-таки, справедливости. Да, неважно, неважно, обозвал, там, ты же, я повторяю, обозвал, там, где-то что-то сказал, эмоции, провокации, до боя вот это ударить, когда, я вообще, для меня человек, человек, который бьет, повторяю, из-под тяжка, вот выйди в ринг, вот ты же сильный парень, крепкий, в ринге докажи все делом, да, я не люблю, когда, для меня нету уважения к тем людям, которые там, двоем, троем на одного нападают, там, вот они вроде бы, там, что-то где-то под толпой подходит, один на один, вот она, клетка, вот он, как говорится, октагон, выйди, докажи всем, что ты сильнее, покажи вот свой, как ты говоришь, русский характер, и все тебя будут уважать. Он просрал вот сколько, четыре боя подряд, да, он просрал? Сколько? Ну, это третье поражение подряд. А, третье, да? Ну, на четыре. А, если считая... Я-то знаю, все говорят, спорное, но не спорное там поражение. Я не знаю, это тоже спорное было, да? Это не было спорным. Это было бесспорное поражение. А, ну, то есть в одну калиску, да, в одну калиску. Ну, да, все пять раундов он забрал, говоришь, Илья. Ну, я скажу, я не видел боя, посмотрю обязательно, если будет время, я, честно говоря, мне особо это не интересно, но вот принципиально хочу посмотреть. Сделал он какие-то ошибки, работу над ошибками, но первое, от чего идут его поражения? Вот тех самых, с меня в том числе, там, выставил там в интернете про меня, там, это самое, от неуважения старших, от неуважения к другим бойцам. Наверное, неуважения к тренерам. Я, как бы, в коллективе общаюсь, с которым, скажем так, у нас же есть общие знакомые, скажем так, я знаю, бывшие спарринг-партнеры, ребята, тоже, скажу, что тоже там не все у них гладко в отношениях. Потому что человек, ну, я даже ребятам звоню, которые с ним общались, иногда еще общаются, там, где-то с кем-то, говорит, вы его сами, говорю, сделали таким, вы его сделали таким, вы его вознесли, ходите ему, как говорится, понукаете, а никто ему, вот кроме меня, я скажу так, да, не, это, я себя не считаю каким-то, там, человеком, который, там, с высока, там, что-то сказал или что-то еще. Я ему сказал, уважение к старшим, вот, первое, что это, уважение к старшим, слушать старших, не доболевать. Мы же, есть такие, как там, бойцы, которые прошли определенную школу, да, не нужно, звездная болезнь многих людей сломала, вот так скажу, многих сломала, и его она ломает, и он, знаете, есть твердолобы, есть люди, которые учатся на своих ошибках, а есть на чужих. Вот сделал ты, а площадь раз, ну, получилось себе так, что ты, там, где-то, послушай, люди вокруг тебя говорят, подсказывают, ну, сами-то люди ему, конечно, не местные ребята, ему, как тогда, вот то, что он у стерлинга выиграл, и мы все, молодец, Петя, молодец, там, давай, молодец, дальше так же мочи. То есть, то, что он нарушил правила тогда, ударил у человека коленом запрещенный, именно запрещенный удар сделал, когда человек стоял там на трех или четырех конечниках, как там, по правилам тогда, ему говорят, молодец, Петя, где бы сказали, Петь? Ну, кто-то рядом бы сказал, ну, ты нарушил правила, ну, будь мужиком. Тут, как говорится, ну, скажи, что да, я приношу свои извинения, ну, нарушил правила, я в следующий раз вернусь сильнее. Я приду и докажу всем, что я выиграю по-другому. Нет, он опять его начал, там, обзывать, там, то он, там, серленько, какими-то словами не обзывал, опять проиграл, опять он всем сказал, что он не проиграл, он выиграл, его засудили, потом еще оба, там, он, не помню, там, проиграл, опять, там, его засудили, всем, он говорит, его засудили. Ну, люди это вокруг рядом, я повторяю, никто не скажет, вот рядом ребята, которые, которые рядом, которые его хоронят, они не говорят ему, Петя, одумайся, ну, блин, надо сделать работу над ошибками. Это значит, что не просто так, ну, они, ребята, которых ты называешь, там, пуделями, проститутками, они бойцы, пойми, они бойцы, они стремятся, и они, они тебя намного, менее талантливые, ребята, менее талантливые, но они тебя побеждают, почему? Потому что они более упорные, более, повторяю, слушают своих тренеров, они учатся каждый день, а ты ничему не учишься. Я так понял, что вот этот бой, я посмотрю, я повторяю, посмотрю обязательно, что он ему, он, он, судя по тому, что мне рассказали, он ничему Яна не научил. Он так же бездарно, тут не ударник же этот парень, Мираб, да, он чистый борец, да? Ну да, но в этом подземке он хорошо в студии отработал. Я так понял за слов, что он его валял там все пять раундов, да, валял его там все пять раундов. Было 11 тейкдаунов было, но Петр, в сути, достаточно, он его не контролировал, так скажем. Ну, я просто говорю, значит, это означает одно, Илья, ну я же, сейчас меня там начнут, вот Харитонов там опять много говорит, там, это самое, да нет, ребят, я не хочу ни в какие там конфликты вступать, я хочу лишь, чтобы наши бойцы относились к бойцам, которые немножко прошли, слушались старших людей, старших товарищей, которые не хотят, не хотят там пиариться на его там имени-имени, как мне кто-то говорит, ты там вот Харитонов там на имени Петра, Яна там что-то пиарить, да нахер, извини за выражение, не нужны вот эти пиары, блин. Я повторяю, что я сформировался в свое время, и мне тогда не нужны были эти какие-то пиары и так далее, я вот есть, какой есть я, такой я есть, я не меняюсь, вот у меня, есть у меня свое отношение к определенным вещам, я его не меняю сейчас, подожди Илья, секунду я, припаркуетесь, и надо припарковаться, да, вот, понимаешь, и я повторяю всегда, слушай, слушай людей, которые немножко тебя постарше, это раз, повтори, которые чего-то добились, и когда ты проигрываешь, делай выводы и собирайся, не бей себя в грусть, что я вот случайно, если ему кто-то подсказывает, да случайно проиграл, Петенька, случайно проиграл, рядом кто-то стоит, потом там кто-то еще, да, Петька, ты молодец, ты, блин, ты прям лучший, и вот он входит воодушевленный, что он самый сильный человек планеты, это, я повторяю, эдакий такой гангстер, гангстер, строящий из себя супергангстера, ну, я скажу, я вот еще одно дополнение скажу, половина вот таких вот супергангстеров, в кавычках, да, не служили в армии, вот это самая проблема нашего молодого подрастающего поколения, я думаю, что если бы служил он в армии, я думаю, совершенно был бы другим человеком, все у нас идет с самых азов, скажем так, нашего воспитания, мы, я помню себя в начальных классах, как мы себя вели, как формировались, как у нас были зорницы и так далее, мы все мечтали о службе в армии, каждый, ну, мы на севере, по крайней мере, я не знаю, у меня нет из класса друзей, ребят, которые бы не отслужили в армии, которые, было у нас зазорно было, скажем так, если ты не отслужил в армии, вот, и все стремились, рвались, для этого было прям принципиально, а сегодня вот это вот показывает то, что не служил, да нечего там делать, два года потерял, вот это тоже одна из проблем нынешнего подрастающего поколения, что люди не служили в армии, а я вообще считаю себе, мужчина не служил в армии, он полностью не сформировался, у меня очень много друзей, которые не служили в армии, скажу честно, я с ними дружу, общаюсь, мы там даже дела с многими делаем, но я вижу отличия ребят, которые служили, которые не служили, они также, есть ребята, такие же мужчины, сильные, крепкие, но вот не хватает вот этой вот изюминки, мне с человеком, который служил, мне намного легче найти общий язык, взаимопонимание, чем с людьми, которые не служили. Для некоторых, ты знаешь, я тебе скажу так даже, для некоторых особо есть вот воспитание, улица воспитала кого-то, кого-то где-то там правильные тренера воспитали, есть нормальные ребята, адекватные, а вот некоторым прям вот я вот, я не хочу называть сейчас многих, вот кому прям надо в армию, чтобы их немножечко, скажем так, привели, привели в чувства, узнали, что такое строевая подготовка, узнали, что такое наряд по роте, что такое наряд по столовой, что такое в караул сходить, что такое там с автомата пострелять, ну в общем, такие мужские вещи, которые формируются только в армии. Никто мне никогда не докажет, что это может как-то произойти, вот это формирование без службы в армии. В Советском Союзе было все красиво, грамотно придумано. Вот я думаю, ему как раз, вот это живой пример, Ян, которому нужно послужить в армии два годика, и другой человек был бы, вот, так что, ну, я не повторяю, Илья, не хочу, чтобы сейчас опять кто-то где-то там, комментарии какие-то, вот Харитонов там, опять, не я же тебя набрал, Илья, ты же меня набрал, правильно, согласен? Я же никому, я же никому не напрашиваю, чтобы я не напрашиваюсь никому, чтобы услышали мое мнение по поводу этого. Я повторяю, что я бой даже не смотрел. Ты набрал, но мне ребята звонили, скажут, я Волкову, повторяю, Саню посмотрел и спать лег, но ребята звонили, как что, я говорю, ребят, что вы мне звоните, я что, его там, папа, мама, мне, 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 мне как человеку, как россиянину, да, мне обидно, что вот такие вот талантливые ребята, как тот же Ян, да, он, я считаю, талантливый парень, возомнивший себя королем, скажем так, ММА, а на самом деле показывает то, что простые парни, тот же вот этот Стерлинг, я считаю, там он хороший борец, но там он какого-то, чего-то выдающегося, я такого прям не увидел, чтобы он, хотя он чемпион UFC, бесспорно, а то уважаемое, уважаемое звание и так далее, тот же, вот перед этим, перед этим, с кем он дрался, я забыл, помню, тот бой я видел. После Стерлинга вы имеете в виду, Сумелли? Да, 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 как его, кто дрался? С Соном Умелли, Петр Ян дрался, вы имеете в виду, что после Стерлинга или до Стерлинга? Да, 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 вот Шона Мелли, там, Пудель, которого он называл, парни, которые такие простые ребята, по большому счету, мне вот обидно, что простые ребята, которые ниже его по уровню намного, делают из него, извини меня, дерутся с ним либо на равных, либо на равных, либо вот как сейчас вот этот парень, Мираб, возможно, он хороший спортсмен, я, честно говоря, не знаю его, ну, я, кстати, как-то в Фейсбуке, я в Фейсбуке редко захожу, оказывается, мы на него, мы друг на друга подписаны, еще там лет 10 назад, наверное, или сколько, я когда-то в Фейсбуке, там, еще не знаю, да, мы, оказывается, друг на друга подписаны, я, да, 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 понимаешь, тут вот, вот знаешь, обидно иногда, что вот такие ребята, что у них нет правильных наставников, которые бы подзатыльника дали, у нас есть любому хорошему, за любым хорошим спортсменом, как, знаешь, там, поговорка такая, вот там, за любым успешным мужчином, у мужчины стоит там правильная жена, там, женщина и так далее, вот за любым спортсменом, настоящим олимпийцем, там, чемпионом мира и так далее, стоит тренер, которого он уважает, вот тренер, который взрослый товарищ, может, он не взрослый, может, он где-то и ровесник, но тот человек, которого он уважает и слушает, вот тогда человек растет, он идет в гору, а когда человек, я сам, я знаю все сам, я тренировки себе сам, это сам, то сам, этот нужен, этот не нужен, и вот начинается, вот я, скажу тебе честно, уже в свои 42 года я, само собой, где-то планирую свою подготовку, ну, мне уже реально 42-43 будет сейчас летом, да, но, тем не менее, я всегда слушаю наставников, у меня есть тот же Руслан Кривуша, который не намного меня постарше, там, на пару-тройку лет у меня старше, а я, честно говоря, думаю, вы вообще одного возраста, ну, Руслан так выглядит, он сам по себе, там, тренированный такой парень, да, и он меня, да, он мне старше на пару-тройку лет, но когда мы формируем с ним определенную подготовку, мы вместе к этому подходим, но я слушаю то, что он говорит, слушаю, также я слушаю тренера по УФП, также тренеров по борьбе я слушаю своих, также иногда даже мне звонят мои тренера, с кем мы где-то, я всегда слушаю, я понимаю, что я, мне где-то все равно информация определенная, люди людям со стороны виднее, понимаешь, а когда мы, знаешь, я сам, я то сам, я это сам, мы получаем, извини за выражение, пиздюлей бы, пиздюлей реально получаем, потому что жизнь нас на место ставит всех, кто бы там что ни говорил, за наши все, скажем так, неправильные действия там и так далее, и меня также, я, поверь, я тоже не, там, скажем так, идеальный, как я там говорю, вот правильный спортсмен на быть, я тоже не допускал ошибки, меня тоже жизнь по башке ударила, и каждого так ударяет, это жизнь, вот, просто есть люди, которые вовремя услышат, вовремя услышат, что им говорят, и делают из этого выводы и не делают больше таких ошибок, вот, вот, а есть люди, которые упертые, лбом, как Ян, вот, 4 боя подряд, там, или сколько, 3 или 4 боя подряд проиграл, и, знаешь, и все равно он все знает, все равно, ему там кто-то подсказывает, езжай там в Дагестан, потренируйся, ребята там тебя ждут в Дагестане, хорошие борцы, грэпплеры, там тебя где-то, где-то тебя поднатаскают, здесь поднатаскают, тут поднатаскают, он, да не, я в Таиланд поеду, в Таиланде хорошо, а что в Таиланде, кайф полный, массажики после этого самого, там, где-то погодка хорошая, фруктики покушать, там, еще что-то, я не спорю, я сам Таиланд люблю, я туда на сборы приезжаю периодически, там, приезжал раньше в большей степени, сейчас я все равно в большей степени, там, где-то в других местах провожу сборы, но, тем не менее, я в Таиланд всегда, да, на месяц приехал, ну, тут не сиди, здесь 2-3-4-5 месяцев, полгода живут тут некоторые, там, тоже неплохо может быть, но расслабляет, расслабляет, одно и то же место, тем более, когда у тебя нету, повторяю, наставника, который тебе подзатыльника дает, если есть подзатыльника, который дает, можно и в Таиланде жить, тренироваться, в любом месте можно, если у тебя есть наставник, который у тебя будет, я повторяю, подъем, там, чтобы, знаешь, я тебе скажу, я вспоминаю своего тренера, одного из своих тренеров, да, Александр Сергеевич Федоров, которого уже в живых нет, ну, ты знаешь, о ком я говорю, да, я помню, это было как раз 2002-2003 год, я вспоминаю, когда утром на зарядку он идет по коридору, я слышу шаги, я не думаю, а стоит ли вставать, или что-то как-то, не думаю, чтобы как-то встать, одеться, я взлетаю, прыгаю, прыгаю, как говорится, в костюм спортивный, кроссовки, он заходит, дверь открывает, я уже одетый встаю, вот такой человек, которого реально я уважал, вот тогда у меня был результат, когда был у меня результат, когда я в Японии выступал, 3-4 года, это все тренировался у него, вот, потом раз человек, человек... Выигрывали болевыми. Болевыми выигрывал, да, у него тренировался, а почему, потому что был наставник, который там, я, может быть, там, да нет, ну, может быть, мне это не надо, я тебе дам не надо, сказал, и все, и ты сидишь, стоишь, отрабатываешь один и тот прием. Я тебе говорю, что вот, повторяю, я не говорю, что я ошибок не допускал, многие допускают ошибки, но я повторяю еще раз, какой раз я уже говорю, услышать, успеть услышать вовремя. Не когда уже там тебя, извини за выражение, отпиздят, блядь, и ты уже вообще будешь, тебя будут уже там, а, да, как говорится, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да, когда ты уже вообще потеряешь все свои позиции, и уже будет, так говорится, назад будет что-то вернуть очень тяжело. Ты вовремя, есть люди, которые вовремя услышат, вовремя сделают выводы и идут дальше. Кто никогда не падал, кто-то никогда не поднимался, есть поговорка. Всякое может быть, каждый может проиграть. Но когда вот так бездарно, но бездарно проиграть там 3-4 боя подряд, сильнее быть наголо у всех спортсменов и проиграть, вот это надо умудриться, я скажу, это надо, это надо быть таким твердолобым, я бы скажу даже ослом, ну, я, это не мое дело, не моя жизнь, у меня своя жизнь. У меня своя карьера, я ее, я прошел, у меня было много чего, и за что меня там, и многие там, может, не уважают, кто-то меня, может, там, считает, что я где-то в какой-то ситуации сделал правильно, кто-то сделал неправильно, я знаю одно, что я иду по жизни, как и шел, твердо, уверенно, вокруг меня люди, если остаются и задерживаются, только те, которых мы думаем, кого друг друга мы понимаем, я всегда к старшим людям, нормальным, адекватным. Я вот из всех спортсменов, из всех спортсменов, я тебе скажу, вот с кем я там где-то, может быть, конфликты у меня какие-то были, это вот, ну, ты знаешь, этот Емельяненко, Саша, этот алкоголик, да, тунеядец, и вот Тахтаров, я скажу честно, ну, я всю жизнь, всю жизнь, я Тахтарова, я повторяю, я самого там, вот, со школьной скамьи помню, там, знаешь, мы смотрели эти кассеты, там, это самое, ну, для меня Тахтаров это был тогда, в тот момент, это прям, ну, знаешь, пуп земли, елки-палки, мы смотрели, и никогда в жизни бы я, даже если бы что-то где-то, он где-то высказался, я бы никогда в жизни не ответил ему, но когда я, повторяю, узнал человека, лучше бы я его не узнавал, когда вот он, вспоминаю, вот эти съемки, когда он пришел с Будунища, пьяный в этой футболке грязной, вот эти съемки, вот это обманул меня, там, и так далее, вот только тогда начались у нас какие-то вот эти недопонимания и конфликты в интернете, а так-то, на самом деле, я всегда с уважением ко всем, особенно людям, которые добились чего-то, тем более до меня, до меня, это люди старше, и всегда меня родители научили уважать людей, которые старше меня, это в первую очередь, и которые чего-то еще добились, когда я, извини меня за выражение, под стол пешком ходил, вот я тебе скажу, как в 2000 году, когда я первый бой по ММА дрался в Сочи, сколько тогда Яну было лет? 2000 год, в каком он года рождения, я даже не знаю. Он, по-моему, 93-го у нас. Ну, вот ему там, он в школу ходил, он еще под стол пешком ходил, как говорится, так образно говоря, и, знаешь, мы-то выступали потом, в первый год, второй, когда мы там в Японию начали, Федя Емельяненко еще тогда, он уже выступал, он начал меня, Федя, по-моему, начал выступать в 2000 году, в мае или июне, а я... Вы чуть раньше начали, у него был, вы прям чуть-чуть раньше, у вас был первый бой профессиональный... Нет, 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 Федя, Федя в мае или в июне провел первый бой. Это ошибка, это неправда, это ошибка в статистике, у него был первый бой 18 августа, ну, значит, ну, да, да, просто Федя попал тогда, я дрался так, ездил сам по этим самым, как его по Сочи, по Анапам, там, к ребятам ездил сам, а он попал в правильные руки тогда. Он тогда, если бы я, может, попал тогда в правильные руки тогда, если я к Волкану попал бы тогда, может быть, тогда все руки, Погодино тогда, может быть, я тоже бы раньше бы, может, начал биться бы и с грамотными тренерами тренироваться. Я учился в военном училище, Я свой, скажем так, отпуск ездил где-то подзаработать денежек и так далее. То есть у меня не было вот этого, как такой возможности, как у Феди было. Вовремя попасть к правильным людям, понимаешь. А мы сами себе пробивали дорогу. Я чуть позже, на 3 года все равно, по большому счету, попал в правильные руки. Так что такие дела, Илья. Так что я повторяю, вот моя задача, даже я считаю цель, я не просто стал президентом Федерации универсального боя России. Я объясняю и помогаю молодым ребятам, не за деньги какие-то, не за что-то, советом, делом. Ребята подходят, я говорю, да конечно, ребят, вот там где-то подсказываю, какие-то вещи рассказываю. Не для того, чтобы там все везде говорили, там Ву, там Харитов, чтобы себя превознести как-то, а чтобы ребята не делали ошибок. Таких вот явных ошибок, как делает, ну я вот прям всей России, всему миру, вот кто интервью это посмотрит, говорю. Вот не делайте таких ошибок, как делает Ян. Не делайте твердолобым, упертым. Знаешь, я самый сильный гангстер и так далее. Знаешь, жизнь пока не осекала так сильно, видно, не осекала. Ну вот даже по спорту она осекает. Как бы он себя вел там в коллективе в армейском, вообще никто не знает. Потому что, я говорю, в армии проявляются все самые такие и положительные, и отрицательные качества у людей. Так что, желаю молодому подрастающему поколению, конечно, сейчас сама обстановка в нашей стране, она говорит о том, что нужно служить в армии. Нужно уметь быть готовым не только, скажем так, кулаками махать в клетке, в ринге, еще и уметь, скажем так, и стрелять, и воевать, как показывает нынешнее время. Каждый должен быть профессионалом во всем. То, что сейчас я говорю, повторяю, я был, ездил на эти сборы, видел там, как молодое подрастающего поколения, которое пороху не нюхало, как они там за 2-3 недели, за месяц пытаются подготовить, сделать из них там суперрембо, мурюмбо, как говорил мой командир роты. Это невозможно. Сделать профессионального солдата, профессионального военного, на это нужно время. Даже просто, чтобы подготовить солдата, который бы мог выполнять какие-то боевые задачи, это минимум полгода надо. А чтобы он стал профессионалом год, полтора, два, три и так далее. Так что желаю всем, вот так или я, желаю всем нашим спортсменам, повторяю, учиться на ошибках, таких как я. Ну и подобных, подобных ребят, которые себя возомнили, повторяю, попами земли. И служить своих тренеров, служить старших, идти твердо, уверенно и побеждать не вот такими путями, там, знаешь, как говорится, вот такими оскорблениями, какими-то еще, какими-то вещами. Мы все-таки Россия, да, я считаю, что мы должны все, повторяю еще раз, там, 20-й, 30-й, 50-й, 100-й, мы должны все доказывать в клетке, в ринге, честным способом, а не вот этими коварными способами, там, знаешь, для меня вообще ударить кого-то первым, вот так вот смотрим друг другу в глаза, и вот сейчас вот это поп-ММА, вот там постоянно вот эти вещи, там, смотрят друг другу в глаза, один не ждет, другой бьет в этот момент. Для меня это вообще позорище будет, для меня позорище, для меня такие люди, это уже, я к ним изначально отношусь без всякого уважения, потому что смотри друг другу в глаза, и вот из-под тишка взять, ударить, удар нанести, там, какую-то гадость сделать, там, для меня это, не хочу даже, я, знаешь, мне даже, вот честно говоря, даже, вот что-то где-то говорить, ты меня понимаешь, о чем я говорю, уважение, уважение, уважение к сопернику, уважение к старшим, только отсюда, только отсюда начнутся победы, вот и все.